Итак, давайте попробуем применить все то, о чем мы говорили, к книге Русь. Одна из книг Ветхового Завета. Давайте начнем с времени действия. Когда происходит действие книги Русь? А когда управлялись судьи? А после Иисуса Навина. А после Иисуса Навина и перед началом царствования. По разной датировке это разное время, но 1100 года Рождества Христова, 1200, вполне реально датируется около 1100 года Рождества Христова. Скажите, пожалуйста, а чем в Израиле ознаменовалось это время судьи? Чем оно было примечательно? И откуда вы это знаете? Помните, что Библия интерфектирует сама себя? Вот чем оно ознаменовалось? Вот с точки зрения, ну скажем так, политической и нравственной, как вы охарактеризуете это замечательное время? Все конкретно народ приходил на судьи, не каким-то царям, губернаторам и прочим. Откройте, пожалуйста, книгу судей. И давайте посмотрим самый-самый-самый-самый последний стих этой книги. Это очень хорошая характеристика данного времени, причем характеристика это повторяется несколько раз. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Послушайте, а ни о какой современной философии это вам не напоминает? Ну это совершенно такой конкретный постмодернизм с релятивизмом. Значит, каждый делает то, что ему кажется справедливым. Царя в Израиле, ну в данном случае царя в Израиле нет. И, в общем-то, Бог для кого-то важен, а для кого-то не особенно важен. Итак, время судей. Хорошо, мы уже с вами приблизились с исторической такой перспективой, исторической обстановкой. И давайте посмотрим с вами на героев этой книги, как они появляются у нас постепенно. Случился голод на земле. И пошел один из человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях моавицких. Имя человека того Елемелех или Елемелех. Имя жены его Неиминь. А имена двух сынов его Махлон и Хелион. А теперь внимание. Я хочу знать. Я думаю, не только я, а вы тоже. Вот наши библейские словари дадут нам какое-нибудь представление об именах этих людей, о их значении. Давайте постепенно. Может быть, некоторые дадут, а какие-то нет. Ну, что же, увидим. Итак, Елемелех или Елемелех. Вообще-то Елемелех. Ну ладно, Елемелех в русской традиции ближе. Это что? Значение Елемелех нужно на поле он, да? Да, ну вы просто Елемелех смотрите в словаре сначала, потом охраните Леон, если удастся. Ну, давайте попробуем эту работу проделать. То есть вы берете и смотрите статьи об этих людях. Елемелех есть, там у вас нет? Если нет, так скажи, что нет. У вас есть, расскажи. Имя человека из Вифлеема иудейского, который вследствие... Да, ему все понятно, что оно значит. А, что значит? Царь. Мой бог царь. Мой бог царь. Где вы взяли ответ на вопрос? Вчера в интернете. Ну, так сразу бы и сказали, что ж вы мучили нас все. Ну, я не совсем уверена была в том источнике. Нет, 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 вы правы, правы. Мой бог царь. Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, как это имя соотносится с вообще временем судей. Тогда как раз с царственностью бога, с осознанием царственности бога в Израиле были проблемы. Да, здесь мой бог царь. Так, теперь давайте с наименью, но там все проще, приятное, сладкое. А теперь имена двух сынов его. А вот тут интересно, нашли вы что-то в интернете или нет? Слабость. Так. Или он растрачивающий. Да, растрачивающий, а еще, значит, еще это имя, значит, так же болезненный. Потому что слова были часто многозначны в еврейском языке. Растрачивающие, в частности, что? Свои силы, свое здоровье. Своё здоровье. Как мне одна студентка сказала, так хилион, это же как хилый по-русски. Ну, в общем, наверное, этимология не совсем та. Но смотрите, пожалуйста, что мы получили. Значит, сразу начинаются имена. Отец, глава семейства. Елеменех или Емельемелех. Жена его, Наимень, приятная. И теперь они выходят на Мавицкие поля, и мы узнаем, что у них два сына. Вот одного зовут слабый, другого хилый. Где начало завязки вот этого конфликта? Да вот оно. Собственно говоря, вот оно, начало завязки. Время судей, это время такого бесправия, без власти, извините. Они из Иудеи, потом выяснилось, что они из Ифлиема. Кушать нечего. Почему обычно во время судей становилось нечего кушать? Там очень четкое, вот, соответственно, очень четкое такое соответствие в книге судей между некоторыми моментами. Когда израильтян, иудеев, начинали гнать враги, было нечего кушать, наступал голод и прочее. Когда они от Бога отходили. Совершенно верно. Они от Бога отходят, Бог посылает им определенные кары, определенные наказания. Или даже не наказания, скорее нет, это не наказания. Он напоминает им о себе. Вот сейчас Ирина озвучила фразу, которая на самом деле нам потом понадобится, как ритмотив всей книги. Когда от Бога отходили. Обстоятельства, да, и география этого действия. Значит, с чего начинается? Что Наиминь со своей семьей уходит из города Божьего, из земли Божьей, в Моавитскую страну. Она уходит от Бога. И когда начинается восстановление, когда начинается решение этого конфликта, когда Наиминь принимает уже некоторые, когда сама Наиминь принимает некоторые решения, какое, что она решает сделать? Она решает вернуться к Богу. Вот. Значит, что называется, мы с вами берем быка за рога. Мы увидели с вами и время это. Мы с вами поставили священное, вот эту книгу «Священное Писание» в контекст других книг священного Писания. Мы прочитали библиотелескопические. Мы сразу спросили, ага, интересно, а нет ли там говорящих имен? Мы увидели не только говорящие имена, мы увидели кричащие имена. Мы увидели Отца, имя которого Бог мой Царь, или Царь мой Бог. Мы увидели мать, имя которого приятное, сладкое. Мы увидели сыновей с именами, надо сказать, весьма обреченными. В качестве реконструкции можно предположить, что вот рождался ребенок, он рождается болезненный, слабый, его называют соответствующим именем. Мы увидели, как они уходят на поля Моавицкие, причем Моавитяне, в общем-то, были другим народом, но как раз во времена судей с другими народами Израиля общался по полной программе. Как оценивает Бог потом их уход, мы увидим позже. Значит, они ушли, потому что было нечего есть. Так, и дальше начинается процветание. Да, они ведь ушли за процветанием. Нет, процветание не начинается. Что происходит хронологически? Первое, третий стих. Умирает муж. Осталось она с двумя сыновьями своими. Значит так, женщина без мужа в чужой земле. Внимание, теперь смотрите. В первой главе, да, кстати говоря, хронологически, что сначала происходит? Смерть Елемелиха или женить бы сыновей? Смерть Елемелиха или женить бы сыновьями. Ага, значит, в начале первой главы перед нами женщина-илдейка в чужой земле, оставшаяся одна с двумя сыновьями. А где вы можете найти в этой книге какое-то другое событие, которое похоже на это? Помните, мы говорили, что нужно видеть разницу, общие, нужно видеть разницу. Вот первая глава, женщина-илдейка, иудеянка в чужой земле, беззащитная, но с двумя сыновьями. А потом что будет? Несколько позже? А потом будет женщина... А потом будет Руфь. А потом будет Руфь, которая также будет в чужой земле, но она уже женщина-язычница, пришедшая к Богу. Она уже будет женщина-язычница, пришедшая к Богу. Значит, женщина-илдейка, иудеянка убегает, уходит от Бога, потому что еды нет, потому что кушать нечего, и надеется в чужой земле найти для себя покой, и все теряет. Руфь, женщина-язычница, потеряв все, приходит в чужую для нее землю, но к Богу, к истинному Богу. И там обретает покой. Вот это выражение, что обретет покой, защиту под крылом мужа своего, оно потом будет очень важно в книге. Слушайте, мы только начали книгу читать, но мы задавали себе постоянно вопросы, мы не довольствовались тем, что, а, ну это я все знаю, мы пытались понять, что здесь происходит. Всего четыре стиха. Итак, они взяли себе жен из Моавитянок, ну естественно, некого им было больше взять, они берут из чужих странок, да? Имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около десяти лет, вообще достаточно много времени прошло уже. А, значит, давайте с именами Орфа и Руфи, я думаю, тут будет немножко сложнее. Скажите, пожалуйста, у вас что-нибудь, Эльвира, что-нибудь там получилось найти? Ну, мне не совсем нравится, то есть мне на Орфа он выдал шея грива, наверное, не совсем то, а на Руфи это подруга, она подруга в пути. Да, вот дело в том, что по поводу Орфы до сих пор идут споры. Шея грива, ну может быть, это одно из предположений, причем такое отдаленное предположение. Руфь подруга в пути, да, возможно. Но здесь, если по поводу предыдущих имен все было более-менее понятно, еврейский язык-то знаком исследователям, то это же мавитянские имена, это совершенно другой язык, той же схожей языковой группы, но язык другой. Здесь есть определенные споры, определенные разногласия. Итак, они взяли жен, 10 лет они проживают, но потом и оба, сын ее, Махлон и Хиллион, умерли. И стала эта женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Теперь, внимание, скажите, пожалуйста, она осталась... Давайте немножко опишем ее ситуацию. Вот в какое положение попала Нейминь? Значит, где она? Кто она? И давайте попробуем найти какой-то современный пример, который помог бы нам понять ее положение. Вот что мы параллельно в современной жизни. Ну, это сначала охарактеризуем. Значит, где она живет? В чужой земле. Она женщина, а женщина, в общем-то, тогда представлялась себе под защитой мужчины, под кровидостом мужчины. И, более того, у нее не только нет ни мужа, ни сыновей, а на ее шее еще кто-то. Две невестки. Да, на ее шее еще две невестки. А теперь представьте себе, что вам надо современному человеку, живущему в 21 веке, объяснить, в каком положении оказалась Нейминь. А любая аналогия, конечно, несовершенна. Но при этом аналогии могут помочь нам понять ситуацию. Вот узнав, услышав библейское представление, библейское описание. Скажите, пожалуйста, на что это похоже? С чем это сравнить вы можете в современности? То есть, женщина попала в арабские страны, может быть. Попала в арабские страны, лишилась мужа. Вам будет такое сравнение. Да. Но она там без прав будет без всяких. Она совершенно без прав, без всяких, да. Или, как одно сравнение, мне тоже предложили, даже не с арабскими странами, а женщина попадает, допустим, в Соединенные Штаты, так и не выучивает английский язык, потому что у нее есть муж, потому что у нее есть сыновья. Но муж умирает, сыновья умирают, и она остается в незнакомой стране, среди незнакомого народа. Ну и причем в данном случае вот здесь от нее зависят еще две вот эти самые невестки. Конечно, и то, и другое сравнение, они неполные. Но даже при том, что наша культура совершенно другая, уже не та, что была тогда, в библейские времена, вот эта оставленность, она нам знакома. Но здесь есть еще один момент. Она ведь постоянно осознает, что она ушла от Бога. А не просто ушла в чужую страну. А не просто ушла из своей семьи. Она ушла от Бога. Потому что она хотела есть, она хотела ушить, естественно. Но, надеясь на что-то хорошее, она это все потеряла. Одна девушка, молодая женщина, мне рассказывала, что чувствовала себя как наимень. Ну, правда, там аналогия, наверное, не очень хорошая, но, в смысле, не очень такая точная, но все же. Она вышла замуж и попала в семью, стала жить в доме, в семье у своего мужа. А муж с утра до вечера на работе. Она переехала в другой город к мужу. И вот она говорит, я чувствую себя, наверное, как наимень, вот там, в моем среде моих витян. Почему? А потому что совершенно чужая семья, совершенно чужие родственники. Муж что на работе, то в командировке на неделю, на две, а то и на месяц. Вот. И я там хожу, домой хочется. Я надеялась, когда вышла замуж, что вот у нас все будет совершенно по-другому. И я вообще не понимаю, кто я и зачем я здесь нужна. Вот. Вот это и ее было такое ощущение. Я рассказал вам только вот зачем об этом. Когда вы поймете, что переживают герои библейских книг, когда вы увидите их как реальных, живых людей, когда вы поймете то, что мы с вами называли правдой жизни. Помните верность правде жизни. Вот тогда вы и в современной жизни, в своей, может быть, жизни, найдете похожие эпизоды. Вот она одна. Да, пожалуйста. Интересно, обычно, не знаю, правильно я буду рассуждать или нет, но из житейской практики... Главное рассуждать, главное рассуждать, а там разберемся. Обычно женщина, у нее срабатывает материнский инстинкт за детей. Чем кормить? Вот выйдя отсюда, из Вифлеема, была чья инициатива, интересно, больше наименья или мужа? И почему вот потом наименья прошла через все эти вот страдания, испытания, дошла обратно к тому пониманию, что ей нужен Бог больше, и это важнее, и вернулась назад. Потому что муж первый... Хорошо, он взял его. Как говорится, вообще, Бог взял мужа первым. Он был более духовно готов, или, допустим, если он повелся на поводу у жены, пошли в землю другую, потому что убеждения ее были довольно весомые, надо детей спасать от голода. Ну да. Как? Ну, во-первых, все-таки текст выдает нам ответы на вопрос, чья инициатива была переселение в другую землю. Нет, есть. Где? Со своей женой и двумя сыновьями. А, значит, его. Да, значит, наверное, если по тексту, и все-таки... Да, все-таки его, да, инициатива, что он принял это действие для того, чтобы спасти. Ну и, кстати говоря, осуждать его за это действие, наверное, не надо, потому что ведь был момент, когда свой народ Бог в Египте хранил. Был момент, когда Иисус с родителями, родители с маленьким Иисусом должны были бежать, просто для того, чтобы сохранить себя, сохранить жизнь. Поэтому я не уверен, что мы так совсем уж можем осуждать. Потом, конечно, она себя будет за это корить. Но дальше уже решение возвращаться обратно принимает именно она. Почему она принимает это решение? Что она узнала? Где мы об этом знаем из Священного Писания? По слову, повтори, пожалуйста. Да, почему она приняла решение возвращаться обратно? Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой, дал им хлеба. То есть слухи дошли до нее, что... Да, причем первое, Бог посетил народ свой. А потом, значит, соответственно, то есть посетил как? Дал им хлеба. Значит, она ушла, потому что Бог как бы не со своим народом, или потому что нечего есть, потому что здесь тяжело. Но начало этого возвращения, Бог посетил свой народ, дал им хлеба. Тоже аналогичный современный пример. Наверняка вы знаете людей, которые уезжали, допустим, из России в 90-е годы, в ту же самую Америку, и некоторые из них вернулись обратно. Вот, да, кто-то там зацепился и живет, и трудится, работает, все. А кто-то вернулся обратно, он там не нашел того, что искал. Вот она не нашла того, что она искала, и она возвращается в Иудею, возвращается к себе домой. Вот, но она уже не одна, она со своими снохами. И вышла с того места, где жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую, внимание, Неймин сказала двум снохам своим. Теперь я хотел бы, чтобы вы... Ну, во-первых, есть такое понятие парные действующие лица, парные герои. Что имеется в виду? Вот очень часто в Библии один герой раскрывается через другого. Один герой нужен, чтобы понять другого. А вот в данном случае Орфа и Нейминь. Один из этих героев всегда бывает главным, другой второстепенным. Орфа и Руфь, конечно. Орфа и Руфь. Если взять Орфу и Руфь, кто из них существует для кого? То есть для того, чтобы... Одна героиня существует, чтобы мы поняли другую. Вот какая гнизня главная, а какая второстепенная? Орфа. Главная Руфь. Орфа приходит и уходит. Она в тени. По-английски это называется shadow characters. То есть герои, находящиеся в тени других. Тень такая. Кстати говоря, у Вооза тоже есть такой теневой герой. Родственник. Да, он появляется, он уходит. Вот такие... Если взять Ветхий Завет, другие книги, допустим, книга Бытия. У Якова кто его теневой герой? У Якова. Исаф. Потому что Исаф и Яков, они вместе, но Яков берет на себя основное повествование. Исаф существует во многом для того, чтобы показать Якова. У Исаака тоже есть теневой герой. И сын Авраама Исаак. А кто у него теневой герой? Исмаил, Исмаил, конечно, Исмаил. Вот в какой-то степени мы можем даже сказать, что такие отношения между героями существуют и в Новом Завете. Это уж не совсем теневые герои. Но посмотрите, например, Петр и Иуда. Ведь и тот, и другой серьезно согрешают против Иисуса. Иуда предает Иисуса. Петр отрекается от Иисуса. Говорит, я его не знаю. Что страшнее? Ну, наверное, то, что сделал Иуда, страшнее. Но ведь грехи же не сопоставляются по их страшности. Потому что Петр, в общем-то, тоже отрекся от Иисуса. Но Петр устремляется к Иисусу. Когда в Евангелии от Иоанна, 21 глава, видит Иисуса на берегу, он устремляется к Нему в плавь. И он кается, действительно кается перед Иисусом, начинает служить Иисусу. А Иуда берет свою жизнь на свои руки. Он, конечно, тоже сожалеет, не кается, а именно сожалеет. Но в результате он кончает жизнь самоубийством, поканчивает собой. То есть вот два героя в одинаковых обстоятельствах ведут себя очень похоже, но их конец оказывается разным. А вот эту парность героев мы можем проследить и на более широком материале. Саул, первый царь Израилев. А как звали апостола-язычником? Павел. А его иудейское имя? Саву. И то, и другое, на самом деле, одно и то же имя. Шаул. И царя Израиля, и апостола-язычников зовут, по большому счету, Саву и Саул. Просто в русском переводе по-разному они перевели. Но даже Саул, Саул даже по-русски звучит одинаково. Так это и есть одинаковые имена. Причем обратите, пожалуйста, внимание на то, что Саву, Павел, о себе пишет, что он еврей из евреев, и с колена какого? Кто вспомнит? С какого колена был Саву? Вениаминова. А из какого колена был Саул? Из того же самого. Из колена Вениаминова. То есть Саву отлично понимал, что носит имя первого иудейского царя, и что принадлежит даже к его колену. Теперь к тому же самому колену. Теперь смотрите. Саул, иудейский царь. Вот начало его пути. Помните, что про него сказано? Он был красивый, он был высокий, выше всех израильтян. И его царство началось очень-очень даже неплохо. Значит, Саул, царь, хорошо начал, но при этом он плохо кончил. То есть он начал ревновать, он начал служить идолам, он начал служить больше себе, своему кошельку. Потом уже в конце жизни он решил советоваться с духами, вызывать духа. Помните, вызывали духа Самуила? Как умер Саул? Как умер Саул? Его убили в сражении. Его убили в сражении. Кто-нибудь подробнее расскажет про смерть Саула? Кто и почему? Убит был в сражении как? Что там происходило? Что в сражении? В окружении он попросил отрока своего жена. Он попал в речку. Так, совершенно верно. Это что, нормальная, славная смерть израильского царя в битве? Нет. Когда вы сказали, что он умер в сражении, это была такая полуправда. Это трусливая смерть. Значит, Саул хорошо начал, но плохо кончил. Теперь Саул. Его начало, его служение, начало его служения не очень хорошее. Выясняется, что он стремясь защитить Бога. Защитить Бога от этих сектантов, от этих лжеучителей, от христиан. Он, оказывается, воевал против Бога. Это как футболист бежит на поле. Берет мяч, обходит одного другого, третьего. Удар, гол! В свои ворота. Вот. А Иисус ему то же самое и говорит. Почему ты меня гонишь? А значит, Савву плохо начал. Но при этом Савву хорошо кончил. А потом скажет, что теперь я по путь прошел, да, по прищам пробежал, теперь мне готовят свинец. Сферу сохранил. Он хорошо кончил. И вот вам даже через века вот эти парные характеры, парные действующие лица, на их парность указывает и их общее происхождение, и их общее имя. И они сами, когда Савву о себе говорит, но мы дальше начинаем смотреть сходства между ними, а потом мы видим различия между ними. И в свете этих сходств различия оказываются весьма показательными. Вот как устроена эта парность характера, парность действующих лиц. Пока у нас парные действующие лица, это орфо и на имени. А теперь внимательно. Прочитайте, пожалуйста, про себя слова на имени. Это первое ее высказывание, на которое они еще ответили, что будут с ней идти, то есть пойдут с ней дальше. Конечно, вот это с 8-го, до какого у нас стиха получается, до того, как они подняли вопль. Да, прочитайте, пожалуйста, и ответьте вот на такие вопросы. О чем молится на имени? И как потом ее молитва, как потом Бог будет отвечать на ее молитву на протяжении книги? Итак, о чем молится она? Первое, тут несколько вещей, по крайней мере две. Как вы говорите, может быть? Сотворим Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Значит, как они поступали с умершими? Раз сотворит Господь с вами милость, значит, обратите внимание, они уже проявили милость, оказали милость умершим. То есть кому? Мужьям своим, да, Махлону и Хелиону. Совершенно верно. Значит, эти женщины уже знамениты тем, что они оказали милость. И мужьям своим, и самой на имени. Значит, первое, сотворит Господь с вами милость. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на ключевое слово, и это слово милость. По-еврейски это слово хесед, милость. Сотворит Господь с вами милость. Как потом Бог будет отвечать на эту молитву? Давайте посмотрим. Ну что же, давайте кое-что прочитаем здесь. Давайте кое-что прочитаем. Да, вы сделаете вот что. Посмотрите, пожалуйста, уже во второй главе появится снова слово милость. Давайте отсталкиваться от этого ключевого слова. Десятый стих второй главы. Пожалуйста. Кто прочитает? Она пала на лицо свое и поклонилась с земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка. Кто говорит? Это Руф. Кому? Ваозу. Ваозу. Значит, что Ваоз сделал? Оказал милость. О чем просила Наиминь? Милости. Она просила о милости. Она говорила, сотворит Господь с вами милость, как вы это уже сделали. На молитву начинается ответ через Ваоза. Хорошо. Тринадцатый стих. Она сказала, да буду я в милости перед ночами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Да. Значит, опять появляется милость. Хорошо. Значит, это ее молитва. О чем она молится? О чем Руф молится здесь? Да буду я в милости. Перед кем? То есть, кто будет эту милость давать? Конечно, Ваоз. Ваоз? Наверное, и Бог тоже. Теперь двадцатый стих. Сказал он наимень снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказал ей наимень, человек этот близок к нам, и он из наших предоставников. Так, кто не лишил милости ни живых, ни мертвых? Господь. Благословен он от Бога. Ваоз. Ваоз. Она благословенен с этого Ваоза. Да, она видит, что Ваоз проявил милость. Причем, обратите внимание, не лишил милости ни живых, ни мертвых. Живых это кто? Живые в данном случае. В данном случае, наимень и руфь. Да, но мертвые. Ну, в смысле, муж и дети. Муж и дети. В частности, те, кому руфь в свое время проявляла милость. Значит, руфь проявила милость к чужестранкам, или к чужестранцам, вот к своему мужу, в частности, да, и к его матери. Господь теперь проявляет милость к ней, отвечая на молитву о милости, Которой молилась наимень. Совершенно верно. Так, скажите, пожалуйста, а вот эта милость, которую просит наимень, эта милость, в конце концов, в чем выражается? Пристанище найдет, как она просила в молитве, в доме своего мужа. Да, значит, даже в этой молитве, которую мы с вами сейчас уже читали, первая часть общая, значит, каждая, сейчас, да, да, сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною, а дальше конкретика. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа. О чем будет просить Руфь Ваоза, когда придет на гумно? Третья глава. Постанови семя, простри крыло свое, то есть дай мне свою защиту. Дай мне свою защиту. Значит, наимень молится, и потом и она, и Ваоз оказываются участниками божьего ответа на эти молитвы. Вот в случае Руфи получается именно так. После первого высказывания наименья, они, видите, мы читаем, но они подняли вопль и плакали, и сказали, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Обратите внимание, вот здесь стоит точка. Значит, в этом случае, в 10 стихе, вот динамика здесь, да, в этом случае, в 10 стихе, для них израильский народ, это еще какой народ? Твой, ее, это чужой, это чужой народ. Это чужой народ. И вот интересная разница потом между Руфью и Орфой будет в том, что для Руфи он будет своим народом, ее народом. Для Орфы он ее народом так и не станет. И вот скажите, пожалуйста, что заставило Орфу остаться? Есть некое высказывание наименья, которое, вот она говорит, начиная с 11 стиха, почему Орфа все-таки остается на месте, а Руфь идет дальше. Что Орфе так не понравилось, что ее отрезвило, привело от этого вопля, что мы пойдем с тобой, а потом она решит, нет, я все-таки дома останусь. Вот что им сказал наименья такого. И не будет. Значит, по идее, помните, если умирал брат, то другой, даже старший брат, то младший брат брал эту жену, восстанавливалось семя и так далее. Вот здесь умерли оба брата, остались две жены. Значит, даже если еще будет следующий брат, ну, разница в возрасте там уже такая. Вы поняли, да? Вот. И более того, а откуда брату-то появится? И наименье уже много лет, и мужу наименье нет. То есть шансов никаких. И вот когда Орфа понимает, что шансов по-человечески никаких, тогда наступает это parting of ways, развилка дорог. Возвратитесь, дочери моей, поедите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Но если бы я ей сказала, есть мне еще надежда. И даже если бы я сию же ночь была с мужем, которого нет, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня, смотрите, постигла меня. Помните, я говорил, что все-таки она воспринимает это как Божие наказание? За то, что она ушла. Рука Божия, у него все было отнято, у него все Бог забрал. А теперь, внимание, прочитайте, пожалуйста, первое высказывание на имени. И второе высказывание на имени. И прочитайте эти тексты внимательно, и постарайтесь увидеть, сопоставить их вот по какому критерию. А кто или что оказывается в центре мыслей на имени, в центре зрения, взгляда на имени, в первый раз, в первое высказывание, в восьмом стихе, восьмой-девятый. И кто или что оказывается в центре поля зрения на имени во второй раз. В ком или в чем решение проблем по первому высказыванию на имени. И что происходит потом? В ком или в чем решение проблем по второму высказыванию на имени. Это очень сложный вопрос, но если вы это увидите, книга Руви для вас заиграет совершенно новым светом. Итак, в первом варианте. Где, в ком или в чем решение проблем, к которым она обращается? В господи, она сотворит Господь, да даст вам Господь. Она им указывает на Господа. Вообще, в первом случае она благовестница. Вот, и потом, им интересно, что потом проблемы так и решаются. А что происходит с ней дальше? После того, как они поднимают вопли. Представляете себе, когда три женщины плачут. Потому что она ведь тоже, наверное, плакала. Естественно, да? Вот, что с ней вдруг случается во втором высказывании? Где источник решения проблем? Куда она смотрит? На себя. Я стара. Я не смогу. Что вам со мной вообще делать? Все, идите, ребят, идите, девушки, домой. А как может быть? Значит, один и тот же человек, сначала она величает Господа, она указывает на Бога, как решение их проблемы. Она молится за них. И вдруг, когда она сломлена этим горем, после этого вопля, она говорит абсурдные вещи. То есть она им объясняет элементарные моменты, да? Ну, абсурдно вам ждать, пока у меня будут, и так далее. Только что она просила, даст вам Господь милость, но тут есть одна еще тонкость. Она просила, понимая, то есть предполагая, что они вернутся, и там, в земле их, Бог израильский их богословит. Дальше. А со мной вам идти нет смысла? По нескольким причинам. Во-первых, потому что я стара. Во-вторых, потому что детей не будет. Но есть и третья причина, о которой она говорит в самом конце этого высказывания. И все-таки мы вспоминаем, что она на имени. Какова третья причина, последняя высказанная ей причина? О! Вот! И вот здесь как раз и возникает единство этих двух высказываний. Значит, девушки, женщины, со мной вам не по пути, потому что рука Господня постигла меня. То есть вы уйдете сейчас человеком, против которого Бог. Скажите, пожалуйста, в какой книге, ну, более поздней ветхозаветной книге, века на 4, так позже это действует, и происходит. Язычники пытаются понять, из-за кого у них такие неприятности? Иона. Иона. Язычники пытаются понять, вот за что, за кого гневуется на них Господь. Вы увидите, что Ребий пал на Иону. Рука Господня постигла Иону, и их вместе с ним. И они вынуждены Иону выбросить с корабля. Вот тут, она говорит, рука Господня постигла меня. И в этот момент происходит разделение путей, развилочка вот эта, между Орфой и Руфией. Они подняли вопль, и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, и возвратилась к народу своему. Руфь осталась с ней. Скажите, а Орфа плохая? Нет. Конечно, нет. Более того, в Священном Писании вопроса о том, плохая она или хорошая, даже не возникает. Орфа нужна для того, чтобы показать, какова Руфь. Теперь Наимин начинает убеждать Руфь. Каким аргументом она прибегает? Невестка твоя ушла. Да. Невестка. Своим богам. Так. Невестка твоя ушла. Во-первых, она прибегает к родственным аргументам. Невестка к своему народу. Ушла. Во-вторых, к аргументам веры. К своим богам. Она пошла к себе. Она возвращала к себе. Как Руфь отвечает на ее аргументы? Куда ты пойдешь туда? И я пойду. И ты жить будешь. Да, мы я буду. Вот. Твой народ. Значит, были аргументы по поводу народа и по поводу бога. Так она и отвечает за эти аргументы. Твой народ станет моим народом и твой бог моим богом. Какой бог? Тот, который против меня, который сейчас против тебя, помните, она отговаривала, говорит, бог мой, бог на меня, как в этом слове было. Да, постигла рука Господня. А 17 стих. И где ты умрешь, там и я умру, погребена буду. А дальше, а дальше, а дальше древняя формула обещания, древняя формула клятвы. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Она вступает в определенный завет, причем завет не только с наимене, а завет с Богом. Когда она говорит, пусть то и то сделает мне Господь, говорит она уже не столько наимене, сколько Богу. Она говорит, я буду служить Богу. Вау! Значит, я не уверен, что наимене была хорошей благовестницей. Но Бог действовал и продолжает действовать. И вот тут после этого наимене уже не возражает. И видя, что она твердо решилась и теснее, перестала уговаривать ее. Субтитры создавал DimaTorzok